АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие наши гости, участники настоящей торжественной церемонии вступления в должность всенародно избранного на следующий срок президента нашей республики. Мы с вами являемся непосредственными участниками, очевидцами важнейшего этапного события. Это прошедшие выборы президента республики и депутатов муниципиальных органов власти. Самое главное, выборы прошли с активным участием населения, с приподнятым настроением, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в целом по стране. Отрадно то, что конструктивно-положительно активизируется молодежь, сказал бы, взрослее не по годам, вовлекаясь в происходящее перспективное направление развития и все события, что в стране и в мире. Дорогие наши сельщины, как всегда, будучи активными избирателями, вы заполнили закрома республики достаточным запасом зерна и кормами для собственного производства основных видов животноводческой продукции. Повсеместно ощущается рост доверия к властным структурам, президенту и его команде по всей вертикали. Кардинально поменялись настроения и активность, что нас очень и очень радует, это жители нашей столицы Казани. Спасибо вам за этот труд. Эти качественные изменения становятся более глубинными и работают на дальнейшем укреплении согласия и взаимопонимания Татарстана и в целом российском обществе, проходя испытания временем. Особенно за последние 25 лет после принятия декларации о государственном суверенитете нашей республики. Татарстан, как и вся Российская Федерация, в начале перестроечных лет, заявив о расширении своих прав, одновременно подтвердил и степень ответственности за обеспечение стабильного развития республики. Несмотря на все сложности перестроечных лет, республика все эти годы продолжает уверенно созидать. Первый срок президентства Рустама Мениханова по праву можно охарактеризовать периодом начала социально-экономического прорыва на основе инновационно-инвестиционного развития. Это великая перспектива. Рустаму Нургалевичу, благодаря его компетентности, силеустремленности, удивительные работоспособности, удается ставить и реализовать масштабные и перспективные проекты, обеспечивающие долговременное улучшение качества жизни нашего населения. Безусловно, времена непростые, тем более экономика республики ощутимо интегрирована в мировую экономику, поэтому будут спады и подъемы. Но главное, у команды нашего президента есть введение перспективы социально-экономического развития республики с учетом возможных вариантов влияния внешних и иных факторов. Мощная поддержка избирателей республики, кандидатура нашего президента, а это более 94% голосов, это 2 миллиона 300 тысяч избирателей. Безусловно, это основа, Рустам Нургалевич, вашей результативной деятельности за прошедший срок и предыдущую деятельность. Одновременно население возлагает на вас огромные надежды на предстоящий период вашей работы. Уверен, что в ходе избирательной кампании вы это прочувствовали всеми фибрами души. Тем более, через 5 лет мы, татарстанцы, будем отмечать исторические события, столетие с огнеобразования Татарстана и его государственности. Как известно, статус Татарстана по конституции СССР определялся как автономная республика государства. По действующим конституциям Татарстана, статья 1, и Российской Федерации, статья 5 и 11 статей, Татарстан, это республика государства, обладает государственным суверенитетом на основе разграничения полномочий. По мере совершенствования федеративных отношений в условиях демократизации российского общества мы будем конструктивно наполнять новым содержанием нашу государственность и в дальнейшем. Мы, многонациональный народ Татарстана, всенародно, дружно избравший своего президента на следующий срок, уверены, что достойно встретим вековой юбилей Татарстана, что мы с вами нашим президентом. Я скажу, людям нравится как сам президент, так и название высшего должностного лица нашей республики президент. АПЛОДИСМЕНТЫ Тем более Вы этими аплодисментами принесли сюда голос всех избирателей всего населения нашей республики, потому что вы представляете сегодня нашу республику в этом прекрасном зале и на этом торжестве. Тем более, что очень важно для многонациональной республики, это название нас объединяет и сильно объединяет. Скажу почему. Потому что это слово не подлежит переводу ни на татарский, ни на русский язык. Вот где еще силы и авторитет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...